Здравствуйте, я Антон Исаев и сегодня собственной персоной, исполняющей обязанности начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Светлана Саламатина. Здравствуйте, Светлана Консерионовна. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, уважаемые граждане нашего города. С удовольствием отвечу на все вопросы, которые мне сегодня будут заданы. Начнем с прошедшего события. На прошлых выходных город отмечал День города. Перед ним прошел традиционный смотр объектов торговли. Можете подвести итоги этого смотра? Да, конечно. Управлением промышленной политики и развития предпринимательства организованы и проведены два городских смотра конкурса на лучшие предприятия потребительского рынка и на лучшие предприятия пищевой промышленности. Конкурсы были проведены в соответствии с постановлениями администрации города. Постановление номер 1453 от 19 июня текущего года. В конкурсе на лучшие предприятия потребительского рынка приняли участие три торговых центра. Центр «Гороскоп», «Александровский пассаж» и «КИД». Основными критериями оценок являлись участие предприятий в благотворительных проектах, благоустройство территории, предоставление населению, квалификация персонала, наличие дополнительных услуг. В результате победителем конкурса признан торговый центр «Гороскоп», ООО «Автодом», управляющий торговым центром «Киянец» Юрий Валерьевич. В конкурсе на лучшие предприятия пищевой промышленности приняли участие два предприятия. Это ООО «Сенегория» и ООО «Кондитерский дом Восток-Нижний Тагил». Победителем конкурса признан ООО «Кондитерский дом Восток-Нижний Тагил», генеральный директор предприятия Сулина Оксана Равильевна. Критерии оценок, в принципе, были у всех одинаковые. День города – один из самых значимых событий года. Весь город отмечает, но кто-то же ведь и работает. Кто обслуживал тагильчан в эти праздничные дни? В торговом обслуживании, посвященном Дню города, приняли участие более 40 предприятий потребительского рынка. Дополнительно в день праздника была организована работа пяти предприятий общественного питания по типу летних кафе. Два в парке имени Бондина, два на площади около Современника и одно предприятие на Лисьей горе. Организаторами таких предприятий выступили кафе «Девичья башня», ресторан «Юбилейный», старый город, кафе для друзей и другие. В парке имени Бондина, кроме этого, были организованы две точки быстрого питания – это сушилка и чекен-хаус. Также в торговом обслуживании приняли участие и предприниматели других городов. Приезжали к нам для работы предприниматели из города Омска, Перми, Кушвы, Новоуральска. Спасибо. А вот одно из нововведений этого года – запрет на реализацию алкоголя в центре города на время праздников. Кто следил за исполнением этого запрета? Есть ли нарушители и чем они обосновывали свои действия? Да, действительно. С 1 июля текущего года вступили в законные действия изменения в закон Свердловской области номер 36 в части запрета реализации алкогольной продукции в период проведения праздничных массовых мероприятий. Это за два часа до начала мероприятий и один час после окончания мероприятий. Постановление администрации города 19.47.30 июля текущего года определило квадрат, в котором была запрещена реализация алкогольной продукции. И хотелось бы отметить, что основная часть руководителей с пониманием отнеслись к нововведениям. Все предприятия торговли, вернее, в квадрат попало 64 предприятия. Предприниматели были либо закрыты, либо не реализовали алкогольную продукцию. С целью установления фактов реализации алкогольной продукции, то есть нарушения данного областного закона, было создано две рабочие группы из числа сотрудников управления промышленной политики и сотрудников полиции. Были проведены совместные мероприятия, в результате которых было выявлено всего лишь два правонарушения. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Чем они смогли объяснить то, что они реализовали все-таки продукцию, пояснить они не смогли. Просто на свой страх и риск реализовали. Теперь от прошлого давайте перейдем к настоящему. Ваш отдел занимается постоянным мониторингом цен на рынке. Что подешевело, что подорожало и почему? В соответствии с приказом Министерства торговли и промышленности Российской Федерации, начиная с 18 августа прошлого года, администрация города еженедельно на предприятиях торговли проводит мониторинг цен и наличие продовольственных товаров. Кроме того, осуществляется ежемесячный мониторинг цен на социально значимые товары. Исходя из проведенного анализа, видно, что наибольший рост цен произошел с сентября 2014 года по февраль 2015 год. С марта месяца этого года просматривается тенденция к стабилизации цен на продовольственные товары. Так, например, произошел незначительный рост всего лишь на мясо говядины и свинины, свежий картофель и морковь. Но картофель и морковь, тут все понятно, сезонная торговля, она только начнется, свежий картофель только поступать. Местных товаропроизводителей это будет у нас конец августа, сентябрь, октябрь. И поэтому, в общем-то, здесь понятно, почему произошло небольшое повышение цены. Наблюдается также снижение цены на масло подсолнечное на 12%, мясо куры на 18%, яблоки свежие снизились в своей цене порядка 7%. За период проведения мониторинга дефицит продовольственных товаров не зафиксирован. Кроме этого, ежеквартально глава города проводит совещание с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам продовольственной безопасности, недопущения роста цен и качества реализуемой продукции. То есть, у главы города это все держится на постоянном контроле. Как известно, за ценами следят в основном потребители. И как часто они к вам обращаются и с какими проблемами? Ну, в последнее время потребители не так часто к нам обращаются. Это бывает 3-4 телефонных звонка, либо письменных обращений в месяц. Спрашивают, почему там, допустим, подорожало тот или иной товар. Ну, в основном это люди пожилого возраста, специалисты нашего управления проводят разъяснительную работу. В общем-то, как бы граждане довольны тем, что им разъяснили, почему. Где-то это была сезонная торговля, где-то это импортозамещение, где-то еще что-то по таким причинам. Спасибо. А вот какая работа запланирована на ближайшее будущее? Если говорить по мониторингу цен, то данную работу мы продолжим даже. Это обязательно будет продолжено. Информирование Министерства агропромышленного комплекса, это будет продолжено. То, что мониторинг отправляется еженедельно в Министерство агропромышленного комплекса. Ну и, в общем-то, все будет то, что будет способствовать стабилизации цен. Все мероприятия будут, в общем-то, проведены. Постепенно наша кроткая летка подходит к концу. И можно ли уже подвести какие-то предварительные итоги летней уличной торговли? Да, действительно, нужно отметить, что уличная торговля пользуется значительным спросом на территории города нашего, как среди покупателей, так и среди предпринимателей. В 2015 году число объектов сезонной торговли по реализации овощей, фруктов, бочевых культур на территории города Нижний Тагил увеличилось. Если в 2014 году были утверждены 44 палатки сезонной торговли, то в этом году их утверждено 59. Это свидетельствует о наличии спроса на такие объекты. Традиционно привлекательным районом для размещения палаток является у нас Дзержинский район. Там самое большое количество размещено сезонных палаток. Сезонные палатки по реализации овощей и фруктов привлекают покупателей своим удобным размещением. То есть это объекты, шаговые доступности. Легко выйти, легко купить товар. И в принципе товар постоянно свежий, потому что быстрый идет товарооборот. И в связи с этим они пользуются таким спросом. Спасибо, Светлана Кенцариновна. Мы прервемся буквально пару минут на рекламный блок. Я напоминаю, в нашей студии исполняющий обязанности начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства Светлана Салматина. Увидимся через пару минут. Программа «Собственные персоны» продолжается. Я напоминаю, гость нашей студии, исполняющий обязанности начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Светлана Салматина. И мы продолжаем. К нам в редакции очень часто обращаются с одной и той же проблемой – реализация алкоголя несовершеннолетним. Как администрация города контролирует вот это странное страшное явление? Да, действительно. В нашем городе очень часто ведется реализация алкогольной продукции предпринимателями и продавцами лицам несовершеннолетним. Администрация города совместно, естественно, с сотрудниками полиции, сотрудниками прокуратур районов проводит на постоянной основе мероприятия по выявлению таких правонарушений. В этом году проведено порядка, вот именно, я говорю, где там и принимали участие сотрудники нашего управления, порядка 60-65 таких мероприятий, где, в общем-то, выявлялись факты как реализации несовершеннолетней продукции алкогольной, так и нарушения иных правил продаж алкогольной продукции. То есть это могут быть и реализация алкогольной продукции без лицензии, без сопроводительных документов и другие нарушения. В результате правонарушители привлекаются к административной ответственности. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним штраф очень существенный, и все равно это предприниматели не останавливают. На своих совещаниях, когда к нам ежемесячно приходят предприниматели, специалисты управления доводят все изменения в законодательстве Российской Федерации, в том числе по продаже алкогольной продукции несовершеннолетней, по недопущению данных правонарушений. Но, к сожалению, некоторые предприниматели, видимо, все-таки считают, что продать алкоголь несовершеннолетнему, это будет ему прибыль, нажива и так далее. Все правонарушители, как я уже говорила, привлекаются к административной ответственности, выносятся административные штрафы, изымается алкогольная продукция. Мной в этом году направлялись порядка 5-7 писем в Министерство агропромышленного комплекса в Росалкоголь и регулирование о тех предпринимателях, с информацией о тех предпринимателях, которые нарушают законодательство. Для их информирования и дальнейшей работы с целью, когда предприниматель либо продляет лицензию, либо получает вновь ее. Пока все равно у нас предприниматели допускают такие нарушения. И в продолжении темы алкоголя, в городе постоянно открываются какие-то новые точки, где акцент делается именно на алкогольной продукции. Как-то администрация города контролирует этот процесс? К сожалению, у администрации города нет таких полномочий контролировать этот процесс. Мы уже перед фактом, нас даже не уведомляют, а просто мы уже сами становимся перед фактом, в тот момент, когда уже та же самая алкоточка уже открыта. То есть предприниматели к нам не обращаются, не за тем, что нужна ли здесь точка, допустим, по реализации алкогольной продукции, по реализации алкогольной продукции в месте общественного питания. К нам никто не обращается, и мы уже перед фактом, сами это при обследовании, сами выявляем, что точка открылась. То есть вы не можете... К сожалению, полномочий нет. То есть вы даже не можете координировать, сколько их точек на карте находится? Нет. Спасибо. Вот давайте немножко поговорим о будущем ближайшем. Самое ожидаемое событие осени, это, конечно же, выставка вооружений. Какие предприятия торговли к ней готовятся, и что они будут предлагать гостям нашего города? Конечно, все предприятия торговли и общественного питания города готовятся к встрече 10-й международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Руководители предприятия приводят фасады зданий в порядок, прилегающую территорию в порядок, оформляют цветники и клумбы. Предприятия питания готовы удивить гостей различными кухнями. Это украинская, сербская, итальянская, европейская, немецкая, ну и, как правило, это русская кухня. Специально к выставке будет открыта новая гостиница уровня 4 звезд сети парки на берегу Тагильского пруда, в которой будет работать ресторан на 70 посадочных мест. На территории полигона и в центре города во время проведения праздничных мероприятий будет организован сувенирный ряд. Тагильские и уральские умельцы предложат гостям выставки подарочные и сувенирные изделия из природного камня, изделия уникального подносного промысла, бересты, металла и иной продукции. Муниципальное предприятие Тагилкнига предоставит книжную и полиграфическую продукцию о городе нашем и Свердловской области в целом. Я думаю, что все желающие смогут приобрести тот или иной понравившийся им сувенир. Вот с приходом выставки, с приходом как-то вообще популяризации нашего города, в нашем городе появляются крупные торговые компании. Вот могут ли эти игроки, большие игроки как-то потеснить обычных розничных торговцев? И чего в этом больше, плюсов или минусов? За первое полугодие текущего года в городе открылось 44 предприятия потребительского рынка и услуг, 23 магазина розничной сети, 19 предприятий общественного питания, 2 предприятия бытового обслуживания. Открылись вот такие, как, например, такие оптово-розничный магазин «Светофор», «Пятерочка», «Верный», «Ориант». В конце 2015 года планируется открыть предприятия федеральных форматов «Гипермаркет», «Метро», «Депо», «Малина». Ну вот уже открылась весной лента. И, как показывает практика, сейчас в городе востребован формат магазина в шаговой доступности, магазину «Дома», как называется. Пример открытия небольших магазинов все-таки в центре города – это овощи, фрукты, магазин «Добрый», «Любимый», местная торговая сеть «ООО «Бриз». И тагильские предприниматели могут занять эту нишу и не соперничать с торговыми сетями, а развиваться сами. Среди предпринимателей общественного питания развиваются отделы и магазины кулинарии, и предприятия для семейного и молодежного отдыха, такие как «Самвэй», «Чикенхаус». Для создания благоприятных условий жителей города, а также для пребывания туристов в городе Нижний Тагил, на набережной «Тагильская лагуна» и перспективно откроются несколько новых предприятий питания – кафе «Парус», кафе «Тагил». Ну и после реконструкции ресторан «Жемчужина», «Сливки» работа в данном направлении ведется. И для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе с большими предприятиями на потребительском рынке, я считаю, что необходимо уделять большое внимание качеству и безопасности той реализуемой продукции в своем предприятии, которое выпускается. И не стоять на месте, а удивлять гостей новыми вкусными блюдами, элементами, обслуживания, разнообразиями услуг. Такое мое мнение. Ну и последний вопрос. Вот считается, что меньше всего конкурировать с большими торговыми сетями могут сельскохозяйственные ярмарки. Вот это явление достаточно новое для нашего города. Прижилось ли оно? И вообще, где фермеры, садоводы могут реализовать свою продукцию? Да, в 2015 году увеличилось количество ярмарочных мероприятий до 61. Если в прошлом году это было всего лишь 21 мероприятие, то в этом году 61. Были выделены две новых площадки, это по улице Дружинина и по улице Юности. Кроме этого, работает у ДК юбилейного площадка, у КДК современник и на Тагилстрое наконечное трамвайного кольца. Конечно, для местных производителей и в том числе для садоводов и огородников, которые вырастили овощи, фрукты и иную продукцию на своих участках, такие места предоставляются бесплатно. То есть никаких точек несанкционированной торговли быть не должно? Есть места? Есть места, которые определены в постановлении в администрации города. Спасибо. Вам большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Вам осталось только попрощаться. Вам спасибо тоже. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok